Поначалу Диана Чепа даже не поняла, с какой стороны раздаются эти звуки. И что это вообще такое? Но явный плач слышался всё сильнее. И девушка пошла искать источник этого. Остановилась около старенького забора, деревянного, что находился сзади дома. Отсюда шли жалобные стоны. Нагнулась и глянула в щель. Там во внутреннем дворе на полу из цемента стоял невероятно худой пёс. Глаза его были очень грустные. Собака словно плакала, как человек. У девушки заныло сердце. Глядя на животное, без труда определила, пёс не ел уже много дней. Да и где найти хоть кусочек съестного? Ничего здесь не было, только пустующий дом, брошенный, как и собака. Девушка тут же набрала номер той организации, которая осуществляет опеку над беспризорными животными. Подождала. Позвонила снова. Ответа не было. То есть никто за худой и голодной собакой не приедет. Что же делать? Диана привезла пёсика к себе домой. Дала поесть, вымыла и оставила жить. Назвала найдёныша Джошуа. День за днём убеждалась, что этот пёс – самое что ни на есть добрейшее существо, с которым ей когда-либо приходилось иметь дело. Он ласков и предан, а как выразительно смотрит на Диану. Словами не передать силу его любви. Всё время, пока Джошуа жил у девушки, она раздумывала, как его угораздило попасть в такую переделку. Соседи подсказали Диане, что собаки где-то лет шесть. И ещё хозяева у Джошуа раньше были. Только почему столь плохо кормили, что под шерстью проступали ребра? Их можно было все пересчитать. И держали, видимо, собаку на улице, на цемент на полу. В дом не впускали. Да, без помощи ветеринара в этой ситуации не обойтись. И Чепа повела Джошуа в клинику, шла и думала, как пёс там себя поведёт. А он поразил хозяйку, выражал радость при виде врачей, вертел хвостиком, стоял рядом, никуда не пытаясь скрыться. Женщина-ветеринар объяснила, что после долгих лет одиночества пёс счастлив, что на него обратили внимание, проявляют заботу. Гладят, осматривают, похлопывают. Бояться ему, словом, нечего. Врачебные манипуляции над собой пёс перенёс спокойно, не огрызался. Диана тоже успокоилась. Сейчас необходимо лишь время для полного выздоровления найдёныша. А потом его судьбой будет заниматься специальная организация Rescue Dogs Rock NYC. Опытные специалисты подыщут Джошуа хороших хозяев, в доме которых он обретёт безопасность и уют. Стейси Сильверштейн, одна из тех, кто создал эту службу, отметила, что новый питомец хорошо ладит с людьми и другими животными. И вообще, он пёсик хоть куда.